И вот вы ничего не подумайте, потому что скоро-скоро будет зима. Почему я сейчас так одел? Ну, потому что последние деньки лето отгуливает, а дальше начнутся холода. И самый замечательный момент возникает у нас. Какую резину мы будем ставить? Будем ехать на лете или поставим себе нормальную, либо шипованную, либо зимнюю резину? По одной простой причине. Летняя резина, она у нас начинается от температурных режимов эксплуатации плюс 10 градусов, ну, плюс 5 градусов, если что-то будет хорошее. Во всем остальном летняя резина вам уже не будет работать правильным образом. Плюс ко всему, внезапно вылетели куда-то, а там гололед, представляете? Гололед и машина полностью потеряла сцепление с дорогой. Есть два варианта. Есть вариант поставить липосистему и ездить спокойно, и по асфальту в том числе. Кстати, у липосистемы есть замечательная такая штучка, у нее скорость эксплуатации больше, чем у шипованной резины. Потому что шипованная резина, 110 это максимум. Хотя и 110 тоже, вы не поедете. Теперь замечательный вопрос, где мы эту резину возьмем? Так вот, мы вам демонстрируем, где вы эту резину можете взять. Обратите внимание, за моей спиной, помните, вот это казачье переправа, да, мы находимся на правом берегу. Справа, то есть слева от вас, храм Вознесения Господня, справа арена Металлурки. Вот, видите, вот туда переезжаете и чуть-чуть рядышком. И видно будет машины. Так вот, в машинах мы ставим вам замечательную автомобильную резину. И вот я как-то толком не пойму. Нас радует берег турецкий. Так он всего лишь, по сути, на месяц купания круче, чем курорты Краснодарского края. Уж поверьте мне. Не, мало того, там пределы мечтания, это всего 25 километров от Средиземного моря, а дальше снег. Крым вам дали целиком. И это не малость Краснодарского края. А еще Абхазия для вас есть, а еще есть Приморский край, а еще половина Каспийского моря, а еще Сахалин. Вам что, мало что ли? Ребят, хватит. Давайте тратить деньги в родной стране. Не жмитесь и поймите, никаких проблем с долларами для вас нет. Выкиньте из головы. Тем более, понимая, что мы работаем для вас, как и работает большинство автоконцернов в России. И на все автоконцерны ставится крутая автомобильная резина, и она тоже здесь есть. И мы вам предлагаем варианты из тех, что не отличают ценой. По сути, цена точно такая же, как и была три года назад. Ну, о чем же мы говорим? Ну, что же, ребята, вам необходимо простить с резиной на 13. Уж простите, тот самый момент, когда все ездили на 13 колесах, он уже пропал. То есть, сейчас минимальные колеса на 14. Все машины сейчас ездят на 14. Цена вопроса. Цена вопроса на 14 колеса. Вот 1600 рублей. Ну, либо что-то в районе 2000, но это за навороченный вариант. Это я вам объясняю. Это колеса шипованные. То есть, когда вы такие колеса ставите, уж поверьте мне, я вот ездил на всех типах резины. Поверьте мне честно, да? Сколько у меня колес было, вам словами не передать. Потому что в реальности у меня 3-4, может быть, 5 машин. И все постоянно ездят на зиме и на лете в том числе. И разница, вот поверьте мне, разница в колесах между обыкновенной отечественной резиной, необыкновенной отечественной резиной и что-то иномарочное, вообще никаких не существует. Так вот, я понимаю, что мы производим все, что должно было быть. И Россия сейчас-то еще и автопокрышечные держава, правильно? Да, совершенно верно. То есть, основная доля всех шин сейчас делается, в принципе, в России. Потому что все марки открыли заводы в России. И поэтому все, в основном, все выпускается в России. А теперь, когда нам говорят, что санкции, 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 то мне говорят, ребят, если это все делается в России, какие могут быть санкции? То есть, по сути, мы о чем говорим сейчас? То есть, мы можем купить колеса по той же самой цене, что и год, два, три, четыре назад? Совершенно верно, да. То есть, на санкции, как, в принципе, и вся страна, обращать не надо. То есть, как в том году была резина, начиная, скажем, от 1600, так она и в этом году и остается, вполне себе можно позволить. То есть, нормально, безопасно ездить зимой. Кстати, когда мне говорят, что Кама – это плохая резина, я скажу, во-первых, не верьте мне. Во-вторых, в некоторых случаях, вот, если мы берем Камовскую резину, да, она работает и покруче, чем другие вещи. Это я просто проверяю. Мало того, мы можем посмотреть по характеристикам. И, если честно, если честно, то... Ну, вот давайте спросим. Скажите, пожалуйста, в какой стране, в какой стране, еще раз напоминаю, в какой стране вы столько ездите по зиме? Ну, и еще где? Так вот, поверьте мне, Россия – зимняя страна. Уж поверьте мне. Вот. И если кто-то где-то что-то там сделал, эксплуатационные характеристики только для России делаются. В основном, понятно, что любая зимняя шипованная, да и не шипованная резина, она вот, похоже, только для России делается. Потому что, ну, где? Ну, в Финляндии, ну, я не помню, там, по-моему, можно и на липучке прокатиться. Потому что это климат рядышком с гольф-стримом. То есть, снег идет, то его и нет. Мало того, в Финляндии это практически то же самое, что в Санкт-Петербург. То есть, там ветра дует с морей. То есть, понять-то надо, да, что там такого нет. Все остальное, вот это да, все остальное – это Россия. И, по сути, любая хорошая резина, сделанная в России, любая хорошая резина, наворочит, не наворочит, смотрите сами. Вот. Она работает только для нас. Другого варианта-то и нет. Самое забавное, что цены не меняются. Конечно, круто ездить на какой-нибудь фигне с шипами 10-го поколения. Но, по сути, 120 километров – это максимум. А на такой скорости любая ваша шипованная резина будет вести себя так же. Так вот, где же наворот? Вам это надо? Кстати, о птичках. Круче всех для России было то, что ставилось на 13-й дисках. Мощная шиповка от 1980-го года или ранее. Вот она огребла везде и всегда. Где она? Вопрос. Все остальное в ваших руках. На 13-й они дороже, чем на 14-й. Почему так получилось? На 15-й колеса от 1900 рублей. На 16-й колеса 3000 рублей. Выбирайте любую. Ездите спокойно. Теперь я попрошу, чтобы Попасялова немножко повернулась. Это моя супруга так будет говорить. То есть и колеса здесь вы можете поставить и на диски в том числе. Единственный самый грамотный вариант. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы вы себе ставили низкопрофильную резину. Потому что оно, конечно, красиво, когда машина по асфальту стелится, пространство. Но не надо этого делать, ребят. У нас Россия, понимаете? Если она будет стелиться по асфальту, вот так вот, да? То как вы проедете? Да никак вы не проедете. Еще и диски такие огромные. Я просто сейчас смотрю, берут там копейки, шестерки и кладут. Не надо этого делать. Если хотите, возьмите себе японцы и попробуйте ее положить. А нормальный результат, когда машина становится чуть выше. Мы вот всю жизнь как бы с геймервертом об этом говорили. И приподнимали свои машины. Потому что, ну зачем нам скрести? Мне этого не нужно делать. Вот. И поэтому, если даже вы поставите колеса чуть меньшего диаметра, то резину ставьте чуть больше. И тогда с вашими дисками ничего не случится. Ну а диски, вы сами понимаете, что если брать колеса и диски, то по цене они, то на то и получается. А как вы хотите? Без стеба никуда. К слову о том, что стоит дешевле. Это Китай. К слову о китайской резине. То, что в верхах, а они ездят и в горах, тоже в снегу. А зная Китай и то, что его резина только для нас, по сути проценник. Говорить как-то странно. То бишь 80% резина любой и это Россия. Немного Китая и то, что у нас не делается. Ну как вам результат и место? Теперь про место. Казачью переправу знают все. Это одно из мест, ориентированных на автомобили. По сути то, что мы можем, это снижение цен. По сути место одно. Вы проезжаете рядом и просто ездите на комбинат или в Челябинск. Чуть-чуть голову поверите направо и поймете. Если в город налево, на правобережной части. И приедете сюда. В то место, где колеса были в той же цене, что и 3 года назад. Итак, мы приехали и показали вам, что колеса не стоят дорого. Вообще они по сути уже не стоят дорого. То есть у нас некоторое количество иномарок, вот оно стоит дорого. Которое не собирается у нас. А так масло у нас российское или сделанное в России. Колеса у нас российские или сделанные в России. Уж поверьте мне, вот на всем том рынке колес, которые вам представлены. Процентов 10 не сделаны в России. Понимать надо, да? О чем речь-то идет. И поэтому мы не говорим, что какие-то сверх большие цены. Ничего подобного не случилось. Никакие там проблемы. Ну помните, да? Мы там Крым оттяпали, а на нас там наехали. Представляете, да? Так вот, с долларами, эквивалентами вообще никаких проблем не существует. Я вам говорю, ставьте замечательную российскую резину, ставьте замечательный аккумулятор, ездите на замечательной отечественной резине. Уж поверьте мне, за 25 лет, с момента развала всего того, что было, мы уже кое-что научились делать. И где мы все это дело будем ставить? Вот за моей спиной машины, вот, на улице рабочие находятся. То есть вот за казачьей переправой чуть-чуть переезжаете, вот посмотрите. Вот этот самый замечательный дом. Я как-то думал, что там будет что-то крутое, да? Думал, что это кто-то себе такой построил. И еще флагом российским, в смысле советским украсил. Нет, нет, вот там вы все это дело и купите, поставите и будете дальше кататься.